Анапчане жалуются на опасный недострой на улице Крылова, 15. Само по себе здание выглядит пугающе. Там собираются подростки и молодежь. Жители курорта бьют тревогу. Неужели ответственные лица ждут пока под стенами этого страшного здания случится какое-нибудь серьезное ЧП? В Анапе практически в центре города находится опасный недострой. Высокий монолитный корпус на улице Крылова. Объективных причин для того, чтобы достроить многоквартирный дом, хватает. Однако объект уже много лет заморожен. Тем не менее, следить за безопасностью территории никто не собирается. В течение последних пяти лет на территории нашего муниципального образования при подготовке информация о количестве и причинах пожаров, происшествий по причине детской шалости не значилась. Однако в этом году, точнее 17 и 18 августа, пожарные Анапского пожарно-спасательного гарнизона несколько раз выезжали на тушение сухой травянистой растительности и мусора на пустыре возле этого недостроя. Площадь пострадавшей от огня территории составила 1200 квадратных метров. Дело в том, что наши пожарные неоднократно уже выезжали на тушение, возгорание травы, мусора на территории, которая находится между улицами Ленина и Крылова. Эта территория прилегает к многоэтажным жилым домам и постройкам, которые законсервированы, как говорится, в состоянии судебных споров находятся. И в этих домах собираются подростки. Об этом мы уже говорили, писали, но фицефакт такой на лицо имеется. И эти дети были замечены в том, что по их вине произошло возгорание. Место здесь тихое, поэтому собираются подростки, а также бомжи и прочие сомнительные личности. Алкоголь правит здесь балом, особенно летом. Ни дверей, ни окон нет. Стены внутри и снаружи украшены подобием граффити и надписями. К сожалению, так, касательно этого объекта, да, действительно, у нас из года в год складывается такая неблагоприятная обстановка с пожарами именно на этой территории, потому что там не осуществляется должная охрана, территория заброшена, не огорожена, заросшая трава. Собственники этих участков никаких мер к ее очистке и уборке не предпринимают. И тут появляется свобода для детей. Сейчас они все дети на каникулах, ничем не заняты, родители на работе. Постоянно собираются, поджигают траву, все это им интересно. Мониторинговая группа из числа сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Анапы, ПДН, а также отделение информации и связи с общественностью на территории курорта в течение этих двух дней обследовала территорию этого района и обнаружила в недостроенном доме в одной из квартир большую группу детей 12-13 лет, которые ежедневно там собирались и весело проводили время, придумывая каждый раз новые занятия. В эти дни один из подростков приготовил газету и спички, решил поджечь траву. И если с 17 августа он скрылся с места преступления, то на следующий день очевидцы и сотрудники МЧС застали его при попытке нового поджога. В том, что все поджоги совершил он, не вызывало сомнений и было им подтверждено. Вся информация и данные были своевременно переданы в Анапский отдел ПДН. При порядке вопросов, которые мы им задаем, они отвечают, что мы здесь находимся первый раз, здесь безопасно, здесь наши друзья и так далее. Но так как случаи регулярные, на следующий день мы приезжаем на объект, в котором горела трава, те же самые дети там находятся и также говорят, что мы здесь первый раз. Надеемся, что с подростками и их родителями будут проведены профилактические беседы о безопасном поведении и время провождения детей, а также о вреде курения и употреблении алкогольных напитков и вредных для здоровья энергетиков. А новые владельцы недостроенных девятиэтажек на улице Крылова под несчастным номером 13 займутся безопасностью этой территории. Были на месте проведены профилактические беседы и в ходе общения с детьми было установлены факты распития ими спиртными напитков, да, покупки сигарет в местных магазинах наших Анапских. Они все это там дело употребляют, курят, ну, в общем, ведут такой аморальный, можно сказать, детский образ жизни. Поэтому призываем родителей этих детей, ну, как можно больше внимания уделять своим детям, не оставлять их без внимания, следить за их поведением, осматривать их карманы. Родители зачастую не вполне знают, чем занимаются дети в свободное время. А статистика пожаров на территории города, к сожалению, у нас печальная. В этом году регистрируется большой рост загораний сухой травы и мусора. В том числе причины пожара связаны с вот такой детской шалостью и таким нехорошим поведением детей.